Санитарная эпидемиологическая ситуация 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 Верхневилюйском УЛУСе В данных районах очень четко отработали сами по себе штабы для того, чтобы сконцентрироваться и вовремя противостоять и дать снижение по заболеванию именно в тот период, тогда, когда пошел накопительный эффект, связанный с возвращением людей из отпусков. Наиболее сложной ситуацией на настоящий момент по накопительному эффекту случаев за неделю является ситуация в таких УЛУСах, как Татинский УЛУС, где непосредственно за последнюю неделю кумулятивным эффектом выявлено несколько семей, которые, соответственно, сегодня дают и групповые заболевания в Этикиолии и в ряде поселений Татинского УЛУСа. Большое количество заболеваний, к сожалению, продолжает фиксироваться на территории Вилюйского УЛУСа и, несмотря на достаточно четкие оперативные действия, как оперативного штаба Вилюйского УЛУСа, так и, соответственно, учреждений здравоохранения, тем не менее, возникают ситуации, в основном они связаны с количеством тех семейных мероприятий, которые продолжают осуществляться на территории УЛУСа как такового. Кроме того, сложной остается ситуация в Усть-Алданском УЛУСе, при этом необходимо обратить внимание на то, что основные мероприятия в Усть-Алданском УЛУСе, которые должны были быть ограничены, во многом не соблюдается. В связи с этим усиливается работа управления Роспотребнадзора для того, чтобы все-таки ограничить проведение мероприятий и такое достаточно активное движение по Усть-Алданскому УЛУСу. Здесь хотелось бы обратить внимание на недоработку оперативного штаба Усть-Алданского УЛУСа. За сутки также проводится 5092 исследования, это очень высокий уровень исследований. В основном здесь считается как исследование ПЦР, так и исследование ИХА, ИФА. На самом деле сама нагрузка на лаборатории управления Роспотребнадзора учреждений здравоохранения, она систематизирована, она включает как анализы ИФА, так и анализы ИХА, и, соответственно, базовый анализ, анализ ПЦР. На настоящий момент изменена уже в течение трех недель маршрутизация получения анализов с районов Республики и, соответственно, верификация анализов происходит в групповом порядке. В связи с чем достаточно часто появляется непосредственная информация оперативных местных штабов о большом количестве зараженных или выявленных на территории того или иного УЛУСа. В связи с этим обращаем внимание на то, что групповых больших заражений на территории Республики не фиксируется, тем не менее ситуация является и остается напряженной. В Республике продолжается достаточно усиленная вакцинация и, соответственно, на настоящий момент около 501 355 доз вакцины для профилактики COVID на территории Республики есть. На настоящий момент использовано практически 72% от общего объема вакцины, поступившей в Республику. Необходимо обратить внимание, что наиболее сложной ситуацией является сегодня ситуация столицы нашей Республики по городу Якутск. Для города Якутска для конца, непосредственно августа, начала сентября были бы, безусловно, характерные мероприятия, направленные с приездов и выездов в как сам город Якутск, тех, кто возвратился с отпусков, так и, соответственно, непосредственно людей из наших жителей Республики, из соседних муниципальных образований. Естественно, мы понимаем, что это тот уклад жидней, который нас, соответственно, подталкивает к необходимости сбора запасов на зимнее время. Тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что при посещении рынков, торговых центров, жители близлежащих улусов, так же, как и жители города Якутска, должны соблюдать все санитарные эпидемиологические нормы для того, чтобы, соответственно, не создавать такие вот определенного рода группы заражения в целях того, чтобы не допускать распространения инфекции в маленькие населенные пункты. На настоящий момент хотелось бы обратить внимание на северные муниципальные образования, в которых как высокий уровень вакцинации, так и, соответственно, до сих пор сохраняется очень четкое ограничение по въезду, что и позволяет им соблюдать и, соответственно, сохранять свой баланс санитарно-эпидемиологического благополучия.